Недавно в одном из своих выступлений руководитель страны подчеркнул, что диалог с народом это не временная кампания, как думают некоторые, а неизменный приоритет государственной политики. Вопрос, находящийся в центре постоянного внимания. Действительно, интересы человека превыше всего. Но как на практике это находит свое воплощение? Проблемы населения отдаленных районов под особым контролем в год диалога с народом и интересов человека. Под таким девизом организован ряд мероприятий по инициативе УЗЛИДЭП. Цель – налаживание эффективной связи с населением, изучение волнующих их проблем, оказание практической помощи в их решении. Новое время требует новых подходов и механизмов для реализации идей и решения проблем. Народный приемный, как один из символов стремительных перемен, который мы сегодня наблюдаем в жизни нашего общества, активно работает на пользу наших граждан. Эти адреса решения, жалобы, предложений выполняют далеко неформальную и невременную функцию, как отмечал президент. Их эффективность мы видим наглядно на множестве конкретных примеров. А поскольку этот механизм действенный, то он должен усиливаться и расширяться. Либерально-демократическая партия Узбекистана сегодня активно практикует выездные приемные на местах, работая с населением. Это Тамдинский район Новоистской области. Заботам жителей самых отдаленных сел – особое внимание в год диалога с народом и интересов человека. Под таким слоганом здесь прошла встреча депутатов Оли Мачлиса и руководителей Хакимята с местными жителями. Вопросов и предложений у населения района к чиновникам накопилось немало, и каждый человек был выслушан. У сельчанина Шоньоза Рустамова было следующее обращение к властям. С недавнего времени из-за Равшана по месту его жительства стал курсировать общественный транспорт. Это, конечно, положительное явление. По этому же маршруту из города на спецтранспорте доставляется питьевая вода. Но все же ее количества не хватало здешним жителям. Я предложил сотрудникам выездной приемной, чтобы они приняли меры для того, чтобы в наш кишлак из Равшана приезжал автобус побольше. Это решит многие наши проблемы. Кроме того, я хотел получить микрокредит, но этот процесс немного затягивается. Мои проблемы были выслушаны, и надеюсь, что они в скором времени будут решены. Чиновники сразу озвучили меры, которые будут приняты в ближайшее время для ликвидации существующих недостатков. А это уже соседняя Бухарская область. Выездная приемная либеральной демократической партии Узбекистана прибыла в Аладский район. Встреча с местными жителями состоялась в сходе граждан Махали Кирлишон. Здесь проживает 646 человек, и у большинства из них есть вопросы. Когда перестанут отключать электроэнергию в домах? Когда повысится качество работы в сельских врачебных пунктах? Когда на должном уровне будет обеспечен общественный транспорт? Когда улучшится состояние дорог? Кстати, последний вопрос уже начал решаться. 22-километровую дорогу, ведущую из районного центра в этот сход граждан, уже начали ремонтировать. К этому моменту пока проложено только 10 километров нового дорожного полотна. Дороги в наших краях оставляют желать лучшего. Это одна из важнейших проблем. Во время беседы с депутатами мы озвучили этот вопрос, и они нам обещали помочь в самое ближайшее время. Мы рады, что стали проводиться вот такие встречи, поскольку накопившиеся недостатки будут устраняться быстрее и эффективнее. Вот они нас попросили как депутатов, как сенаторов, чтобы мы обратились на этот проблемный вопрос и решали. Естественно, там было принято соглашение, подняли всех руководителей, которые отвечают за свою работу. Естественно, мы тоже как депутаты, как сенаторы этот вопрос будем выносить на областные сессии в Харьковской области, которые будем, значит, оказывать, чтобы этот вопрос решался на местах.